Всем привет! Если вы следили за нашим каналом во время MBC 2013, то знаете, что компания Sony, можно сказать, дарила телефоны журналистам, чтобы они рассказывали о технологии NFC. Sony Xperia T является официальным, точнее являлся официальным телефоном Всемирного мобильного конгресса, который прошел в Барселоне в конце февраля. Ну и мы его тоже получили. Сейчас распакуем, посмотрим, что в коробке. В коробке у нас телефон. Я уже немного пользовался им на выставке, поэтому он не первой свежести, но все-таки как новый. Можно в принципе даже включить его, потому что батарейка несъемная, вставлять ее не надо сюда. Идет загрузка, разбираем дальше. Здесь остатки от микросим. Оператор, вот этот вот Movistar, как я понял, являлся тоже каким-то официальным спонсором или что. В общем, в этом телефоне стоит сим-карта, чтобы журналистам могли немного позвонить, посадить в интернете во время MBC. Здесь несколько инструкций на разных языках. Не могу понять на каких именно, но три разных языка. Большая такая пачка. Можно назад тоже положить. Для наушников накладки силиконовые. Сами наушники MH750. Хорошо звучат они. Уже слушал их с другими какими-то телефонами Xperia. Кабель microUSB. Самый обычный. И усиленная зарядка. 1500 миллиампер. То есть телефон будет заряжаться за час чем-то там. Менее чем за два часа. А сзади у нас DLNA, PlayStation Certified, Mobile Bravia Engine. Здесь Full HD 1080p, NFC, Wi-Fi Certified. Я так понимаю, в этом разрешении видео воспроизводится, потому что разрешение записываемого видео указано вот здесь вот 1080p опять. Камера 13 мегапикселей, двухъядерный процессор с частотой 1,5 ГГц. Диагонал экран 4,6 дюйма. Есть фронтальная камера. Телефон загрузился давно, поэтому снимаем с него пленка. Я уже его обновил до Android 4.1. Что там дальше? Посмотрим. 4.1.2 Jelly Bean. Из коробки он шел с Ice Cream Sandwich. Обновляться отказывался. Ну вот, не так давно. Но апдейт все-таки прилетел. Аркообразный дизайн. Изогнутый такой. Логотип Sony наверху. Внизу логотип Xperia. Он не светится, как у Xperia TX у модели. Клавиши здесь виртуальные. На левом торце microUSB. Внизу здесь микрофон. Справа кнопка питания. Почти на середине, чуть ниже качество громкости, еще ниже кнопка камеры. Не очень, конечно, удачно здесь сделано. Здесь отсек дверца, где microSIM и microSD карта. Не очень аккуратно выглядит. Надеюсь, что в процессе использования не начнет самопроизвольно открываться, как-то выпячиваться. Вспышка камеры. Логотип еще от Sony Ericsson здесь тусуется. Xperia. Громкоговоритель. Наверху 3,5 мм. Микрофончик. Ну вот и все. Работает шустро с обновлением. До обновления было не так шустро, конечно. Конечно, набор приложений знаком вам наверняка по Xperia V. У нас был обзор этого девайса. Xperia TX тоже был обзор. Я уже здесь кое-что поставил самостоятельно. И кое-что шло из коробки. А именно купон, wallet, то есть бумажник NFC Badge, с помощью которого мы могли проходить на конференцию, на выставку. И JSMA это приложение, где указаны компании, которые выставляются. Также можно посмотреть новости, посмотреть карту, где какая компания поставила свой стенд. Телефончик очень приятен по тактильным ощущениям. Честно говоря, после Xperia V мне даже он больше понравился, потому что у него экран больше, но по высоте он такой же, как Xperia V. В сравнительном обзоре я это покажу, продемонстрирую. Ну, не в сравнительном, а в обзоре, скорее всего, в полном Xperia T, потому что сравнивать Xperia VST по производительности как-то бессмысленно. И здесь у меня еще есть Sony Xperia Z. Вот так смотрятся два дружка рядом друг с другом. Как мне кажется, экраны у них обоих хорошие. Кто-то критикует цветопередачу Xperia Z. Ну, не знаю, как можно критиковать такой вот дисплей. Оба хорошие. Могу поменять обоины, в принципе, на какую-нибудь другую. Ну, например, вот так вот. И здесь могу такую же поставить. А то спорят, спорят. Ничего наглядного. Вот так. Ждите обзор Xperia T в другом видео. Сравнение между Xperia Z тоже сделаю. Оставайтесь с нами. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok